Почему наши желания не исполняются и как это изменить? Дорогой и любимый домашний зверь, элитная порода кошек, зажигательные танцы от преподавателя Скубы, а также скандинавская ходьба для здоровья и души. После этого, после праздника, приходится разогревать заново еду. Сегодня у нас для разогрева практически повсеместно используются микроволновые печи. Некоторым по старинке нравится греть на обычной плите. Сегодня мы вам расскажем, как не допустить повреждения при чрезмерном использовании и некоторые маленькие жизненные секреты. Новый год. Что мы чаще всего готовим на Новый год? Это что-то вкусное, жирное, начинает брызгать жир. А микроволновая печь это фактически излучатель, магнетрон и камера, в которой микроволны греют. Между ними находится вот такая слюдяная пластинка. То есть, это пластинка и слюды, которые пропускают радиоволны. Но, когда у вас попадает сюда жир, она начинает прогорать. Я думаю, очень многие сталкивались с ситуацией, что внутри искрит, очень сильно дымит, неприятный запах, заглядываете, а там прям вот все прогоревшее. И кажется, это что-то пропало. Нет, ничего подобного. То есть, вот такая штука стоит всего лишь, например, 80 рублей. То есть, подходит практически всему. Если придет к вам мастер, то за замену вот этой штуки, при том с большой историей о том, что все пропало и все не выживут, возьмут тысячи-полторы. Вот, вы это можете сделать сами. Магнетрон – это вот такой достаточно объемный элемент. Внутри у него генерируются мощные радиоволны, которые, собственно, греют продукт. Что происходит, если вы не поменяли вовремя следу? У вас начинает обгореть, обгорать вот этот вот резонатор-излучатель. Он обгорает буквально. То есть, вот эта вся вещь, она вспучивается, плавится, потому что он задает очень высокую мощность. И он перестает магнетрон работать. Но выкидывать его можно не спешить. Для того, чтобы восстановить, можно просто заменить колпачок. Колпачок снимается просто по скрупствам, даже если у кого-то сильные руки, можно снять руками. Колпачок для данного магнетрона. То есть, если магнетрон стоит у нас там, грубо говоря, 1600 рублей, то колпачок у нас стоит 200 рублей. Еще одна очень часто встречающаяся неисправность, это когда они крутятся, вот эта стеклянная тарелочка. Там устройство такое, стоит в поддоне двигатель, который вращает тарелочку. И когда мы много готовим опять же к тому разговору, там или забываем вовремя вытирать, то жидкость попадает в этот двигатель. Он либо клинит, либо он просто коротит. Вот так вот выглядит вот этот двигатель. Замените очень легко, то есть открываете снизу, два винта, разъемы, при том без разницы к полярности. Все. Цена 450 рублей. У нас данная витрина посвящена микроволновым печам. Как вы можете видеть, тут много всяких мелочей. Если что-то у вас еще помимо этого случилось, можете прийти, мы его всегда подберем, выберем. Немножко коснемся темы газовых плит. Не все знают, что газовые плиты, скажем так, оборудованы форсунками. Форсунки под разный тип газа. Если вы, например, купили плиту, в которой у вас предназначено для газа из труб, а у вас дом баллона, нужно менять форсунки. Форсунки эти у нас есть практически на все плиты. Стоят они дорого, в среднем 300 рублей. Меняются они легко, то есть они закручиваются. Кроме элементов форсунок, собственно, горения, нужно обратить внимание на розжиг, например. Если у вас не сразу вспыхивает, или вы там по нескольку раз пытаетесь, бегаете пока за спичками, это тоже очень хорошо. То есть есть, скажем, и трансформаторы высоковольтные, и есть излучатели искры. Нужно быть внимательным и не забывать про это. И очень важная тема – это газ-контроль. Газ-контроль – это, скажем, защита плиты, которая, если у вас погас газ, там пролилась кастрюля, он выключает, отключает газ, тем самым делая все безопасно. Еще хочу коснуться темы, часто встречающейся. Это оплавленные ручки. Многие наши хозяйки при окончании приготовления приоткрывают чуть-чуть плиту, и горячий воздух поднимается вверх. Это приводит к расплавлению ручек. Они сделаны из обычного пластика. Прям наборы ручек продаются. Это очень популярно. Но при обслуживании или там работе с газовыми плитами нужно четко понимать, что максимум самостоятельно можно заменить только ручки. И если у вас есть хорошие навыки, например, то форсунки. Все остальное должны делать только специалисты. Вы можете приобрести у нас запчасти, но менять их должны квалифицированные специалисты. И в конце я хочу рассказать маленький жизненный секрет, которым я сам лично пользуюсь, который экономит мои деньги, который делает некоторую мою технику более надежной, более качественной. Мы знаем, что утюги сейчас с отпаривателем, есть большие отпаривательные машины. Если вы хотите, чтобы работало все долго без накипи, чтобы не было грязи на ваших белоснежных простынях или платьях, просто купите дистиллированную воду, 5-литровую или 2-литровую бутылку в автомобильном магазине. Это стоит буквально несколько десятков рублей и хватит вам на год, а то и на два. Сегодня мы вам рассказали о некоторых особенностях эксплуатации микроволновых печей и обычных плит. В частности, что слюда, прогоревшая, это не приговор, что если не крутится поддон, очень легко заменить двигатель. И нужно аккуратно обращаться с плитами, чтобы не сгорели ручки. В следующей нашей передаче мы постараемся подобрать актуальную и интересную для вас тему. А сегодня все. Всего хорошего. Будьте здоровы. И еще 5 магазинов в городе. Наберите все сам в интернете. Взгляд хищника, дикая раскраска и неповторимая грация. Это чаузи. Одна из самых редких в мире пород кошек. Возникли у меня чаузи только после того, как я узнала о них больше. Потому что это все равно эксклюзивная порода, одна не из дешевых, и нужно ответственно подходить к выбору котенка. И выбор пал именно на них, потому что мне всегда хотелось крупных размеров, шикарного камышового окраса, кисточки на ушах. Конечно, есть другие породы, которые этим обладают, но такой грации, таких размеров и харизмы в характере нет абсолютно ни у кого. Основная масса этих рукотворных кошек обитает в США. Их весьма мало в Европе и буквально единицы в России. И вот совсем недавно питомник этих редких кошек появился у нас в Челябинске. Порода чаузи происходит от камышового кота, который занесен в Красную книгу. Таких животных достаточно мало, даже встретить редко в зоопарке. Но, к счастью, гибриды появились в нашем городе, которые происходят от камышового кота. Это порода чаузи. Она одна из новых. То есть официально ее зарегистрировали в американской системе ТИКа только в 2003 году. В России они появились буквально последний год в Крайне. И очень популярны стали именно за их дикость, контраст, шикарные кисти на ушах и удивительный выпуклый нос. А главное, огромные размеры, которые намного больше майн-кунов. Селекционеры внимательно следят за тем, чтобы порода чаузи попадала только к профессиональным заводчикам. Так как скрещиванием диких кошек из домашния могут заниматься только специально обученные специалисты. Получение домашнего кота со всеми внешними признаками дикого очень трудоемкий и длительный процесс. В среднем их вес 10-15 килограмм. Но так как это гибридная порода, есть первого поколения, пятого поколения котят. И, конечно, чем дальше поколение, тем размеры уменьшаются. Этим котятам всего три месяца, но они уже размером с обычную кошку и весят 4 килограмма. Кстати, эта порода относится к долгожителям. Средняя продолжительность жизни составляет 30 лет. Эти кошки являются животными одного хозяина. Если они уже выбрали кого-то, то они следуют по ним, по пятам. Они готовы отдаться ему полностью. И они сильно хорошо общаются с различными детьми, с другими животными. То есть это собаки, кошки. Но, конечно же, мы не рекомендуем их, допустим, с попугаями, с мышами. Потому что все же они хищники. У них срабатывают инстинкты. Они абсолютно не агрессивные. Они воспитываются с нашими детьми, которым год сейчас. То есть они полностью контактны. То, что вы видите сейчас, это они просто не привыкшие к данной обстановке, к камерам. И именно из-за этого они пытаются что-то изучить, как-то завоевать внимание, как подростки, которые пытаются диктовать свою точку зрения. Суровая и внушительная внешность в случае с Чаузи обманчива. Домашняя кошка обладает добрым характером и покладистым нравом. Она очень самостоятельна, нефрихотлива, может открывать двери в комнаты и дверцы в шкафах. Они легко дрессируются, они прыгают по два метра. То есть все, что какие-то есть полки наверху, они обязательно туда заглянут, посмотрят, что-то, какую-то игрушку себе добудут. Легко дрессируются, они приносят игрушки. Допустим, таскают все фантики, шуршащие предметы. И настоящие катапсы в камышовом окрасе. Их очень легко выгуливать. И многие заводчики это, конечно же, рекомендуют, потому что им интересна природа. Летом мы их с собой берем на охоту, на рыбалку. Воды они совершенно не боятся, то есть они прям ныряют в озеро, куда-то там плывут, потом понимают, что они доплыли не до того места, возвращаются обратно на лодку. Поразительно, но как две капли воды похожие на своего дикого прародителя, Чаузи чрезвычайно общительна. Эта домашняя кошка всегда стремится завладеть вниманием и составит компанию, где бы вы ни находились. Отличительная особенность, они стоят на задних лапах, как суслики, и смотрят там телевизор, либо за вами наблюдают, выглядывают из уголочка. Также, тоже недавно котенок уехал в Москву, покупатели рассказывают, смотрят новости, а котенок, ну, видать, недоумевает, стоит на задних лапах и наблюдает за всей картиной происходящего. Чаузи совсем не умеет мяукать. С окружающими они общаются рычанием, шипением, или своеобразным чириканем. А вот мурлыкать они могут круглые сутки. Наших кошек мы привезли из американских питомников. Именно те питомники были основателями породы, которые запатентовали эту породу. И, конечно же, цена на них колоссальная. Если первое поколение котята, они стоят 350-500 тысяч рублей, то уже в последующие поколения они стоят дешевле постепенно, потому что и размеры становятся меньше, и грации гораздо меньше. Воспитывать чаузи легко, так как они умны и сообразительны. При этом не требуют какого-то особого ухода. Единственное, что представители этой породы склонны к ожирению. Поэтому хозяевам необходимо соблюдать правильный рацион кормления и больше двигаться со своим любимцем. Поднимая в Новый год бокал с шампанским, каждый из нас обязательно загадывает желание. И, конечно же, верит, что в этом году оно обязательно исполнится. Но, к сожалению, происходит так не всегда. Почему наши желания не исполняются? Потому что человек не понимает, для чего и зачем ему это. Что такое желание? Желание, в принципе, это прогресс. То есть мы стремимся к каким-то определенным результатам. Но мы же должны стремиться не к результату, а к процессу. Потому что, по идее, за каждым желанием есть какое-то определенное эмоциональное наполнение. Например, что такое деньги? Люди же не денег хотят. Люди хотят обладания ими, потому что за деньгами стоят что? Путешествия, квартиры, машины и так далее. То есть по-другому. Когда человек обладает деньгами, к примеру, какое эмоциональное состояние, какие чувства он испытывает. И поэтому, в принципе, когда мы понимаем, что мы в процессе или в результате будем испытывать, тогда это запускает энергию исполнения желания. Также многие астрологи уверены, если желание не исполняется, значит еще не время, или вам вообще этого не надо. Когда мы загадываем желание, мы должны четко осознавать вообще. Это желание вообще истинное или ложное? Потому что желание может быть на самом деле ложным. То есть оно навязано с прошлых жизней или, к примеру, может быть навязано другими людьми. И это желание принесет нам только вред. Мы потом сами будем горько плакать. Зачем нам это желание нужно? Проще говоря, желаете вы в этом году встретить своего будущего избранника. При этом вам совсем не хочется замуж, а просто родители и друзья постоянно твердят вам, пора уже завести семью. Вы встречаете своего суженого, но в браке со всеми счастливы. Потому что желание не ваше искреннее, а было навязано другими. Чтобы понять, ложное это желание или истинное, мы должны понять, а что я в результате получу, какое эмоциональное состояние мне нужно. К примеру, человек сильно захотел в Турцию поехать. Чего он хочет? Он же не в Турцию хочет, он же хочет отдохнуть, расслабиться, понимаете, полежать тупо там 10 дней на пляже. Так может быть не надо на Турцию надеяться, может быть стоит к нам на шершнях съездить пару раз и все, и деньги сэкономлены. Еще один момент, почему наши мечты не реализуются. Психологи говорят, в основе каждого желания должен быть важный принцип не причинение вреда другим людям. Если высшие силы усматривают в ваших планах злой умысел, они будут всячески оттягивать их исполнение, чтобы вы не навредили другим и при этом себе. Ну, к примеру, кто-то хочет отбить чьего-то мужа, к примеру, и получается, если этот мужчина уйдет к вам, то другая женщина будет страдать, страдать будут дети и так далее. И поэтому это желание неэффективное, не то, что неэффективное, а даже вредное. Конечно, оно может исполниться, потому что, к примеру, если это сексуальная энергия, понятно, она очень могущественная, желание-то исполнится, но через какое-то время очень будут серьезные такие последствия, не очень приятные. В принципе, это и называются кармические реакции. Также астропсихологи говорят, если в желаниях содержатся только корыстные цели или материальное обогащение, они крайне редко исполняются. Всегда нужно понимать, что в основе всего лежат духовные желания. Это какие? Это нравственность, мораль, уважение, доброта, нежность и так далее. Если это фундамент нашей жизни, это фундаментальное желание, то материальные желания сами-самой придут. Часто бывает, что люди загадывают желание-то там, много денег. Деньги мы должны помнить, даются за что? За добрые дела. Поэтому, когда человек какие-то добрые дела делает, деньги сами по себе приходят. Мы должны понимать, что главное, не мы должны их зарабатывать, а нужно сделать так, так развить свою личность, чтобы деньги к нам пришли и за нами ходили. В этом, понимаете, как раз и интерес, и магия денег, энергии. Ну и самое главное, чтобы желание исполнилось, необходим самый настоящий план действий. Что такое психология богатства? Психология богатства – это когда человек планирует, когда он ставит цели, ну в принципе, желание и цель – это практически одно и то же, да, и он пишет план, как он этого достигнет. Есть такая формула волшебная, называется «быть, делать, иметь». Человек имеет только тогда, когда у него есть определенные качества характера, да, это то, каким я являюсь, да, и он когда расписывает, что я для этого должен делать, то есть по-другому. Хочу выйти замуж. Может быть такое желание? Может быть. Мы его написали в конце. Хочу выйти замуж. Понимаете? Для этого мы должны с чего начать? С первого – быть. Что такое быть? Какой я должна быть? Какие качества характера у меня должны быть, чтобы выйти замуж? Потому что для этого, того, чтобы выйти замуж, для этого нужно иметь соответствующий вид для начала. Потому что все-таки мужчины любят чем? Глазами. Поэтому Венеру красоту, внешнюю красоту никто не отменял. И потом план. Что такое план? То есть принимать ухаживание мужчин, не выбирать, а просто позволять за собой ухаживать. А вообще Ирина Орда советует, необходимо иметь одну самую заветную мечту. Как правило, именно она дает нам стремление к достижению определенных целей. Исследуя ей, мы не обращаем внимания ни на какие трудности и с легкостью преодолеваем любые преграды. В особенности, если эта мечта дает ощущение вашей необходимости и значимости для других. Студия психологических решений Ирины Орда. Идет набор на курс «Астрология для начинающих. Теория и практика». Начало 9 февраля. Необходимо получить подготовительные материалы. Информация и запись на сайте и Орда.ру Скандинавская ходьба, она же северная, она же нордическая, вид любительского спорта, который родился в Финляндии в 40-х годах прошлого века и изначально представлял собой летние тренировки профессиональных лыжников. В наши дни она превратилась в массовый спорт. По официальным данным, в нашем городе ходьба появилась 5 лет назад. И тогда же Челябинка Светлана Макаревич основала клуб «Скандинавский северок». Он очень дешевый вид спорта, потому что кроме палок ничего не нужно. Кроссовки есть у всех, куртки есть у всех, штаны есть у всех, шапки есть у всех. Нужно купить только палочки. Все. Идеально ходить от 5 до 6 километров. Не нужно, чтобы колотилось сердце. Мы не бежим, сломя голову. Мы идем спокойно, но правильно. Вот в этом весь смысл скандинавской ходьбы. В сравнении с обычной пешей ходьбой, во время скандинавской сжигается в полтора раза больше калорий. Она же улучшает ощущение равновесия и координации. Идеально для исправления осанки. Скандинавская ходьба интересна чем для пожилых людей? Ну, лично для меня, как реабилитолога, я смотрю со стороны проблемы суставов. То есть, пожилые люди, начиная с 65 лет, самая проблемная зона, это у нас зона коленных суставов, поясница. При скандинавской ходьбе мы понимаем, что когда человек идет с палками, у него создается уже не две точки опоры на ноги, а еще добавляется еще две за счет рук. То есть, идет разгрузка суставов нижних конечностей и поясницы соответственно. Получается, при ходьбе скандинавской идет нагрузка не только на мышцы нижней конечности, но и еще идет активная нагрузка на мышцы верхней конечности, на плечи, на бицепсы, на мышцы предплечий. Соответственно, идет двойная работа. Но тут надо обязательно смотреть по дозации. То есть, если человек активно может пройти допустим 20 минут, то, наверное, скандинавская ходьба ему будет уже 10 минут достаточно, но соответственно с последующим ростом. То есть, допустим, каждую неделю добавлять по минутке и по 2 минутки. Вот. Это все на самом деле очень серьезно, потому что если грамотно выдерживать, грамотно делать процедуру тренировки, то соответственно это будет положительный результат. Вот. Если все-таки что-то нарушать, то организм, который и так подвержен уже многим внешним факторам, может просто перестать работать так, как он должен делать. Поэтому обязательно, конечно, первое обследование до начала тренировок, правильная гордация тренировок, то есть правильный подбор времени тренировок, правильный подбор аппаратуры, то есть эти палки специальные. Ну и соответственно надо обратить внимание на обувь или на одежду внешнюю, то есть чтобы она подходила под сезонность. Я была недавно в Санкт-Петербурге и отметила, что многие люди по городу ходят, вот по где-то такое движение, автомобильное движение, а я имею такую возможность, счастливую возможность гулять в таком прекрасном лесу и поправлять свое здоровье. Я почему начала еще сомходить у меня начали болеть коленки. Сейчас, слава Богу, все это прошло, сомходить мы не болят, делаю подтянутые в конусе. Моя цель была, конечно, известна, потому что чисто, что стало тяжеловато уже, и я вот своей цели добилась, причем за такой короткий срок. Сейчас я веду очень активный образ жизни, я стараюсь днем ходить больше, именно такой быстрой походки, как у нас учили, осанка, чтобы была хорошая, то есть результат налицо. На первый взгляд скандинавская ходьба проста и понятна, однако новичкам лучше обратиться к профессиональному инструктору. Корпус, наклон корпуса всего лишь 2-3 градуса, мы идем, как рыжники, не наклоняемся, не наклоняемся назад, смотреть не под ноги, а смотрим на 5-6 метров вперед, только вперед. И последнее, значит, как вам нужно выбрать свою скорость, очень интересный есть такой тест, значит, вы видели, наверное, когда люди идут заниматься скандинавской ходьбой, они разговаривают между собой, в скандинавской ходьбе не только можно, а даже нужно разговаривать. Тест такой, если вы идете при ходьбе, разговариваете вслух, и 5 слов подряд говорите, не задыхаясь, как при беге, знаете, привет, вот это вот, нет, это ваша скорость. Если вы задыхаетесь, пусть ваш спутник идет вперед, успокойтесь и идите медленнее. Это вот основные базовые правила. Еще один немаловажный пункт выбор правильного инвентаря. Для занятий скандинавской ходьбой не подходят ни лыжные палки, ни трекинговые. При выборе нужных следует обратить внимание на следующее. Это на наконечнике. Лыжные палки не имеют второго наконечника. Для лыжных палок он ни к чему. Если нет резиного наконечника, отходим. Это лыжные палки. Трекинговых палок часто вот этот вот наконечник в виде колпачка. Не в виде башмачка, а в виде колпачка. Переходим на рукоятку темляк. Только темляк. Не берем ни в коем случае петлю. Если просто петля, отходим трекинг. Не берем. Палочки бывают по изготовлению двух видов. У меня палочка фиксированной длины. То есть она подходит только под мой рост. Это только моя палочка. Палочки бывают телескопические. Это знаете, как двигаются туда-сюда. Вот швабры обычно такие делают. Плюсы палочки фиксированной. Нечему ломаться. Рано или поздно вот этот механизм сломается. Какая бы палка дорогая ни была. Значит, минус палочки. Когда вы транспортировать тяжело. Если телескопическую палочку вы взяли и сложили, положили в какой-нибудь чехол и пошли даже есть палочки, которые в три сложения, они бывают вот такие, даже в там стусунку следующее. По составу самые дешевые палки это алюминиевые. Я раньше была категорически против алюминия. Алюминиевые были отвратительного качества. Сейчас алюминий хороший. Три вида алюминия запатентованы для скандинавских палок. Значит, у кого есть ручки или листочки можете записать или запомнить. Это 50-51, 60-61 и 70-75. Хорошие марки алюминия. Нормально. И последнее. Это рукоятка. Рукоятка бывает тоже трех видов. Вот эта вот вставка бывает пробковая, как у меня, бывает прорезиненная вставка или каучуковая. Подойдет. Не берем что? Не берем полностью пластмассу. Отвратительная ручка, летом рука потеет, грязная, спадывает, в общем, короче, не берем. Природа устроила нас таким образом, что многочасовые сидения за компьютером или телевизором человеку противоестественны. Для правильного функционирования всех систем организма необходимо движение. А потому, если его мало в вашей жизни, лучше начать побольше гулять, а впоследствии найти вид спорта по душе и физическим возможностям. Социальные танцы это те, которые исполняют не для зрителя, а для себя и наиболее популярным в мире на сегодняшний день считается направление Caribbean Mix. А кто же знает про кубинские танцы больше и лучше, чем преподаватель с острова Свободы Хосе Рамон Миндиоло Уссорио, участник известных телевизионных танцевальных проектов, обладатель уникального стиля. Уникальность того, что я занимаюсь не только социальные танцы, но я у меня высшее искусство, я закончил высшее искусство, национальная школа танцевального по современному хореографии, модерна, классика. И вот оттуда у меня хорошая пластика из-за этого. И когда я добавляю этого к социальному, тогда получается вкусно. И вот думаю, что из-за этого. Вопреки всем стереотипам, заниматься подобным стилем танца можно при любой физической подготовке и в любом возрасте. Главное слушать музыку и свое тело. Я думаю, что это зависит от души, от тела, как самому человеку. С какого? С четырех, с пяти можно начинать. тело очень, очень интересная, как я говорю, штука такая, которая, ее надо просто понять, правильно рулить, чтобы все получилось. По своей интенсивности карибские танцы заменяют кардиотренировку. К тому же во время занятий активно работают мышцы рук, живота и бедер. Сложно немножко когда на тренировке есть разные ученики, у которых есть разный уровень. Поэтому надо делать так, чтобы тренировка не была скучной ни для них, ни для тех, кто уже занимается давно. Поэтому я решил немножко отработать тело, и руки, и плечи, и все это, потому что это очень, очень, очень важно тоже. Очень, очень важно без этого никак. На сегодня мне удалось почувствовать, я вот, правда, были моменты, когда я ловила, что мне полностью это нравится, я понимаю, мне нравится, как двигается мое тело, и у меня возникла мысль, что надо бы, наверное, все-таки продолжить, потому что это приятно, это здорово. Воображение дорисовывает картину, вот эту вот всю локацию перенести на пляж и продолжать уже бачату где-нибудь на горячем песке. Эти танцы на самом деле кажется, что столько простых движений, и каждый это их выполнит, на самом деле здесь очень четкий рисунок, очень четкие такие моменты, которые даются нелегко, но когда получается, испытываешь такие эмоции, что не знаю, как наибирь забрался. Когда хороший преподаватель, сложности в принципе не возникают, потому что любое сложное движение раскладывается и все объясняется. Танцевать карибские танцы можно хоть на вечеринке, хоть босиком на песке. Освоить основные движения можно всего за несколько занятий, ну а потом совершенствовать их сколько угодно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok